Удоченька, просыпайся! Тебя ждут рыбки! Сегодня поедем в Монако. Поедем на поезде? Мы пойдем в Монако? Моё, моё! Монако. Готовы? К труду я оборудила. Ребят, всем огромным привет! Дневник Милов Рено, я Милов Рено, это мой дневник. И как вы поняли, вчера я все-таки купила эти билеты. Поэтому сегодня мы в поезде. Я их рано утром разбудилась, сказала, так быстро, быстро, быстро! В поезд, никто нас ждать там не будет. Так что, куда мы едем? Монако. Молодец, какая! Поедем посмотреть рыбок. Единственное, что мне нужно сейчас сделать, это в телефоне посмотреть. Потому что я заказала билет, я думаю... А точно, мы проезжаем мимо нашего дома. Вот так. Прикольно. Что я хотела сказать? Мне сейчас нужно будет, единственное, загрузить программу SNCF, это компания поездов. Почему? Потому что я думала, что мне пришлют билет на почтовые ящики, и все. Оказывается, либо ты должен его распечатать, только так он действителен, либо должен был дать вот эти программы, и в программе можно сочетать этот код-бар. Поэтому вот чем я займусь в ближайшие 15 минут. Теперь мы с другой стороны. Вчера мы были вот здесь, на этом пляже с Леночкой. А теперь мы с другой стороны. Мы с другой стороны. Мы с другой стороны. Мы с другой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, каких-то полтора часа до поезда, и мы в Монако! Самое главное, живешь в деревне, а у тебя поезд приобретен с дома проходит и прямым рейсом в Монако привозит. Вот он где класс! Вот здесь по этой скале мы с Иркой и Ванькой, наверное, где-то полтора часа ходили. Выход искали! Я не знаю, каким образом мы вот там оказались в тот раз. Мы еще ходили, искали выход, а он был вот где. Смотрите, что я нашла прямо в скале. Я, кстати говоря, уже показывала это в видео, когда мы с Ваней и Ирой в Монако ездили. Ну, может, кто-то не обратил внимания. Ну, к настройке камеры. Спасибо. И еще здесь в Монако вообще микроклимат, поэтому если выезжали мы из дома, все было серое, то здесь солнце светит и ни одного облачка. Вот это вот электрическая BMW. Стоит, заряжается. Вместо того, чтобы ехать на бензоколонку, стоит. Пошлите за сэндвичами. Я уже сделала фотку и выставила в Инстаграм. Вот с этим вот кофе на фоне вот этих домов. Теперь вы понимаете, почему так дорого здесь стоит недвижимость? Не только потому, что у тебя должно быть пару миллионов для того, чтобы ты стал пару. Пару десятков миллионов для того, чтобы ты стал гражданином этой страны. И вообще имел право здесь жить. Ну, а еще, ко всему прочему, здесь квартира на квартире и квартиры подгоняет. Здесь просто нет места для построительства. И в Монако практически нет домов. Только квартиры. Даже если ты очень-очень богат, вынужден жить в квартире. Тут и каток есть. Правда, человека три ровно. Я посчитала. Раз, два, три. Но каток в Монако присутствует. Несмотря на то, что он находится прямо на берегу моря и яхт. И все это выглядит так, как будто кто-то пошутил. Вроде как только квартиры. Вроде как горы. А вроде как на море находимся. И катаемся на зимнем катке. О как! Мы и так хорошо пообедали с детьми прямо на берегу моря. И теперь отправляемся на прогулку. Беру вас с собой. Пошлите! Продолжение следует... Продолжение следует... 4 евро за нас двоих, чтобы проехаться на автобусе несколько остановок. Это вам не как-то. Это можно как-то. Нет, 2 евро в билет на автобусе. Мне кажется, они уже все границы просто перешли. Ну, если вот так быстро не найдем, то на подводной лодке поплывем. Там быстрее найдем. Ничего себе! Но мы нашли. Пришли и нашли. Это здесь, дети. Подождите, я билет найду электронный. Ну что, поехали? Спускаемся? Вау! Какие красивые рыбки! Здесь, оказывается, можно загрузить приложение, которое будет тебя вести по-мудлею. Ну, мы как-нибудь так. Спускаемся ниже. Мы там видели большую черепаху. Мы видели акун. Наверное, мы, да, сейчас увидим черепаху. Пойдем туда, увидим. Я так понимаю, что мы, грубо говоря, находимся у них в аквариуме. Просто здесь они как бы... Ого, сколько там людей. Вот, я поняла. Это огромнейший аквариум. И мы как бы нам здесь местечко ставили. Лабиринтик такой, где мы ходим и на них смотрим. Какая огромная черепаха и акула. Какая огромная черепаха и акула. Какая огромная черепаха. Ты думаешь, что это за дырка такая? Оказывается, эта дырка в мир Пошли эти дети Это какой-то огромный осьминог, который, если что, и вас тоже может съесть нечаянно Здравствуйте, господин осьминог В общем, они здесь, медузы, плавают и горят неоновыми цветами И периодически, как сейчас, свет выключают, а они продолжают светиться Это и есть движение по кругу Плывают, плывают по кругу, а ничего не происходит Ого! В общем, эти рыбы, они принимают цвет того, где они находятся И они живые Даже с ним кажется, что они лежат в песке Но, на самом деле, они находятся в воде Мы здесь зашли очень интересную рыбку Называется La Petite Fossette Маленькая Fossette Это я не нашла перевод И у них такое дерево Из-за дерева висит мешочки То, что это за мешочки А они, оказывается, в эти мешочки откладывают икру А это спряталось, притворяется камнем Что только они придумают, лишь бы не работать А это какой лохматый Это прямо, знаете, как муж мой Видите, у него примерно такая же прическа Очень похож Муж, который пришел с работы с утра Буду жену покушать Девочки, я золотую рыбку нашла вон она, она хоть и прячется Золотая рыбка, золотая рыбка Сделай, пожалуйста, так, чтобы на Новый год мы поехали на остров Маврикий Пожалуйста Даже если ты пряталась, я знаю, что ты услышала Тут еще одна И тоже золотая рыбка Золотая рыбка, не могла бы ты сделать так, чтобы я нашла работу Желательную на следующей неделе прям Спасибо Хорошую, высокооплачиваемую 1700 оклад и проценты Написано Новые, ну типа боги моря Смотрите, какие они малюсенькие Они настолько мизерные О, какие хорошенькие, смотри Ну и честно говоря, я не удивляюсь, что здесь устрицы показывают именно так Кстати, ты меня как раз спрашивала в поезде, как выращивают устрицы Вот, их как грибы потом собирают Здравствуйте, господин Череновский А там, смотрите, какие прячутся страшные Вот такой вот там какой-то в углу спрятался и вот такой Ты, Лена, смотрите, какие медузки Красивые, красивые Пойдемте поближе Здравствуйте, господин Чубайс А вам, господин, я не могу придумать ни клички, ни имени Потому что вы у меня вызываете слюноотделение Я бы вас съела Тут тоже, можно сказать, никого нету Да, но это так-то кажется Смотрите, как она просто расплющилась Вот И все, и делает вид, как будто ее не существует Лишь бы не работать Но мне кажется, больше всех притворяться умеет Вот эта рыба Вы думаете, это камень? Типа там подлежачий камень вода не бежит Бежит Видите, еще как бежит Это настоящая рыба Сплющенная рыба лежит А здесь есть сигаль ду мер, я видела только Что ведь она сейчас прицепилась Сделает вид тоже, как будто ее не существует Смотрите у этой камбалы У нее глаза оказываются Смотрите, как они двигаются Она смотрит глазами Смотрите В какую хочет сторону, такую и двигает А рот у нее, как у обычной рыбы Неудачная у нее пластика Сейчас мы перешли к кораллам Уже Смотрим кораллы И здесь есть бижутерия из кораллов Представляете? Морские коньки Конечки Коней На французском И кокол Здесь и звездочку можно найти И еще можно найти Я видела только что Здесь где-то был ежик Смотрите, какой ежик красивый А вот это вот, мои дорогие Самые настоящие рыбы Пираньи Смотрите, какие у нее огромные зубы Надо его попросить, чтобы он открыл рот Проверим, насколько У них даже лица злые Смотрите Смотрите Здесь маленькая такая креветочка прогуливается Здравствуйте Я маленькая креветочка прогуливаюсь А здесь прячутся огромные желтые рыбы У них невероятные лица Но они их прячут, не показывают У них вот такое должно быть лицо Как змеи прям Вот и 200 Акула, смотрите Какое страшное Две даже А это прям как царские ступени такие Да ладно Серьезно Это реально Ее нашли в 2003 году Это реальная устрица Не знаю, была ли в ней жемчужина или нет Но она настоящая Еще одна огромная Представляешь такую найти, сынуль? Устриц на год хватит Это Ого Пошлите Пошлите смотреть Большого кальмара Да Пошли смотреть Большого кальмара Ну что, дальше идем А дальше Музей Ох, ничего себе Какие здесь залы А это что? Первая подводная лодка Мы нашли папу Давайте всем покажем Нашего папу Сыночек Покажи, пожалуйста Папу всем Папа Смотрите, какой он огромный Они спрашивают Настоящий Я говорю, конечно Дальше пошло уже Абсолютно не для трипофобов И тем не менее Вот это Коралл-грибок Еще один какой-то Коралл Ну такие прям Я смотреть на такое Даже не могу Если честно Ой, мне только потом снится Это все будет Ой, мамочки Рыбка маринованная Для шубы А, еду Не нравится тебе? Я бы такую съела Это угорь, наверное Вкусный А тут, несмотря ни на что Почему-то аппетит поднимается Всякие вкусные Вот такого бы, да Омарчиков есть Омар Европейский Лобстер Слушай, я даже не знаю Сколько он здесь Что там? О! Кто это? Лемуль Кто это? Сан-те-тах Сан-те-тах? Все, что я могу сказать То, что здесь есть много черепах Высушенных Под пивком Я их узнала Вы меня спрашиваете Куда делись чайки Которые были на доме престарелых Вот сюда и делись Вот они, они Эта птица называется Альбатрос Альбатрос Смотрите, какая она огромная Просто нереальная По сравнению с другими птичками Даже вот эти вот огромные Вот это, например, огромное А это вообще Тут еще этаж есть Так можно поближе Скелетину это разглядеть Ужас просто А здесь медузы маринованные Не написано, с чем их употреблять Поэтому проходим мимо О, Леночка знает про него А как его зовут? Как называется эта птичка? Пеликан А это сом какой-то страшный Розовые фламинго Там у заката Розовые фламинго Кому-то надо Что там? Да, действительно бех Смотришь и думаешь Что у Бога было на уме Чтобы создавать вот такие чудо иногда Пошли с нами жить Нам еще одного можно взять в семью Что, доченька? У тебя что, тоже трипофобия, что ли? Ой, мамочки Пошли отсюда Вот, все Сейчас, смотрите Я сейчас терю сознание Вот так вот Ой, мамочки Ловите трипофобы Будете спать так же, как и я Ужас Почему не знаю, что случилось Выключили свет Ой, ешкин кот Сказали Иди сюда Не надо бояться Садись Что-то будет сейчас происходить Мы не знаем Мы не знаем Сказали Осторожно Вот мы осторожно Мы сели здесь И не двигаемся Может сейчас оживет Вот это рыб Что это такое? Кажется Мы попали на какой-то спектакль Садись Ой, я думаю, что мы можем сюда зайти Это какой-то подводный корабль Или что-то такое Ой, дует Отсюда как Кажется, он отправляется В путь Ты? Точно я не знаю Но мне кажется Что мы куда-то отправляемся Смотри Мы на 199 метров Уже опустились Ты не чувствуешь Как он шатается? Слушай Мы, кажется Мы попали Смотрите Куда мы попали Там крабы Вот это да И акулы, смотрите Проплывают возле окон Это, короче, корабль такой Понятно? Еще ниже спускаемся Слишком быстро Вот, смотри На 2 метра мы опустились И там вон какие рыбы плавают Что там? Огромная медуза Или что это? Чего? Я тоже не знаю А вот Что тут? А здесь утонул кто-то Давайте Выходим на поверхность О, смотри Он в 3D тут пришлют Такой стоит Выступает Здравствуйте Принц Монако Это последний зал И в этом зале Показывают Что находится под водой Ночью Едва водолаза Такие плавают Типа Нет, 3 Нет, 4 Плохо считаю Они типа плавают А мы типа под водой И мы смотрим И это Конец нашей сегодняшней прогулки И напоследок Не могу просто удержаться Обязательно хочу посмотреть В окно отсюда И вам показать Пусть дух захватывает У всех Короче, на самом деле Если покупать через автомат То 3 евро будет стоить 2 билетика А у машиниста У шофера 4 Вот вам цены Итак, примерные цены на квартиры здесь Четыре миллиона, чуть больше четырех миллионов евро стоит квартира 170 квадратных метров Также за четыре с половиной миллиона евро можно купить квартиру трехкомнатную, 120 квадратных метров Либо, если вы совсем бедные, то всего лишь за полтора миллиона евро вы можете купить себе маленькую студию в 30 метров Я просто поспорилась с Т, он говорит, она слишком маленькая, эта церковь Мне кажется, внутри она должна быть достаточно большой Мне кажется, даже мы туда уже заглядывали как-то Я просто поспорилась с Т, он говорит, она слишком маленькая, эта церковь Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какую интересную штуку придумали Значит, для того, чтобы зарядить свой телефон, пожалуйста, втыкайте вот так вот в розеточку здесь Ну, для того, чтобы он заряжался, крути педаль, пожалуйста Как-то ее теперь отсюда вытащить надо Мы вообще почти одни опять в поезде Сын, знаешь, как? Сын Я ее на ручки тогда возьму, а ты возьмешь ее курточку, ладно? Я думаю, что это за педаль, я думаю, что это за педаль Субтитры сделал DimaTorzok